Итак, куда я сегодня приехал? Я приехал в кладезь. В кладезь нашей мысли, в кладезь нашего ума. То есть я приехал в городскую администрацию. В городской администрации я знаю несколько человек, с которыми я пообщался просто потому, что они работают со мной, они понимают, о чем речь идет. К сожалению, Техтерева уже здесь нет. Но другой человек тоже есть, Бехтерев. И он мне помог съездить. Он мне помог съездить в Китай. Огромный ему. С ног сшибательное и большое спасибо. Кроме всего, такое же огромное спасибо я скажу Игорю Щепеткину. Это начальник ЖРУ номер один. Тоже огромное спасибо. А затем уже другой вариант. Кому я не скажу спасибо, я не скажу спасибо здешним депутатам. Потому что были праздники, в смысле были праздники для у них, типа у них там выборы были. Я к каждому из них подходил, говорю, ребят, ну давайте поможем. Не надо мне помогать, я готов работать для вас. Уважаемые мои магнитогорцы, не только магнитогорцы, но и жители России. Потому что я бы хотел всем продемонстрировать, что рак это не есть проблема. С раком можно бороться. Я уже объяснил. То есть если вы зайдете, а в любом случае канал, естественно, на Ютьюбе. То есть я сейчас объясняю ситуацию. К сожалению, мне сказали, что по эфиру я должен только вылизывать попки чужие. То есть это называется коммерция. Как меня все это достало, если честно. Я также все прекрасно понимаю, что не только коммерцией вы сыты будете. Но я постараюсь сделать так, чтобы коммерции не сильно все пострадали. Это на Ютьюбе, естественно. Потому что вы поймете, если вы сильно хотите узнать, как лечится рак у меня, как оно лечится с опухолей мозга, внимательно посмотрите. Я все, в принципе, объяснил. Сейчас не буду показывать. Другой вариант. Я объяснил людям, которым я благодарен. Спасибо им огромное. Буду работать сколько угодно. Это нормальные люди, по сути, то. И Филиппич, Виктор Филиппович Рашников, то же самое. То есть, ну понятно, кто работает, а кто не работает. Так вот, о неработающих людях. Со всеми депутатами я переговорил. Не было такого, чтобы они работали для вас. Мало того, был такой один депутат. Слава тебе, Господи, что он не прошел. Я сейчас продемонстрирую его. Ролики мы снимали от партии КПРФ. Это Москва. Красивая и замечательная. А это Магнитогорск. К сожалению, не самый замечательный город. Но мы платим и ходим. Победим правящую вместе. Магнитка. Это город спецпереселенцев. И к нам едут. Но почему переселенцев ждут клетушки, а не нормальные дома? Переселенцам не клетушки, а реальные дома. Мы живем в Магнитогорске. И хотим, чтобы наша жизнь была на высоком уровне. Начни с себя и жизнь изменится. Я думаю, что я до 40-го года программа, я не доживу, во-первых. А во-вторых, зачем я буду? У нас есть ЖКО, ЖРУ, которые должны все-таки заниматься этим и ремонтировать, и делать все. Платить, привозить, приносят этот... А в каком году это сделают тебе капитальный ремонт? Это сколько можно посчитать? Это можно 100 новых домов отстроить. Куда мои деньги уйдут? Потом, кто мне будет этот ремонт делать? С кого я буду спрашивать? Квитанция? Один адрес. Все. Инициалы. Неизвестно это чьи. Кому я эти деньги буду платить? Потом я с кого буду спрашивать? Ну, я считаю, что, в общем-то, еще они не отработали всю вот эту вот, так сказать, работу по капремонту. Но присылают. Ну, не хочется тоже набирать. Потом вдруг они передумают что-то и придется платить такие деньги. Я, может быть, умру в этом году. Мне 86. Я, может быть, вот через месяц умру. А зачем? Кому это я буду платить? Что они дадут эти деньги нам? Нет, детка. Уберем капремонты из ваших квитанций. Это наш город. Пожалуй, самый лучший. Мы работаем и делаем жизнь лучше. Так что это наш выбор. И это наши выборы. Давайте сделаем наш выбор вместе. А вот теперь клево, да? Вот я уже разуверился в нашу партию. Хотя, честно говоря, я хотел вступить в КПСС. Потому что я был пионером, я был октябренком. Я, естественно, был комсомольцем. И в 1991 году я собирался поступить в КПСС. За Россию, естественно, тогда еще. Но в 1991 году наступил путь. Представляете, да? А в этом году, в 2016 я понял, что в Российскую партию коммунистов я даже не вступлю. Потому что вы уже все это дело поняли, да? Я продемонстрировал вам сюжет. Как я все это делал? Да никаких проблем нету. То есть Adobe Premiere, он у меня давным-давно куплен. Это можно делать. Я продемонстрировал. Есть у меня. Что там сложного-то было? Налепить все это дело. Но как человек себя поступил? То есть он не просто кинул, он не рассчитался. Нормальный человек так не поступает, да? Нормальный человек просто отдаст деньги, скажет спасибо, мы с тобой поработали. Этот поступил. Нет, правильно. Хотите бы вы с таким работать? Я не знаю. Хотел бы я с таким работать? Да никогда более. К слову, о коммунистах. Если у вас коммунисты еще что-то захотите ко мне, то, ребята, стопроцентный договор и стопроцентная предоплата. Как, впрочем, и со всеми остальными будущими кандидатами в депутаты Государственной Думы. А это был кандидат в депутаты Магнитогорского городского собрания. Фу, какая гадость.